МОСКВА Квартирный вопрос в нашем городе всегда был весьма актуален, сейчас особенно. Снос ветхого жилого фонда, реновация, реконструкция, переселение, право собственности – за этими терминами не только интересы строительных корпораций, но и интересы практически каждого жителя, ведь облик города и жизнь в нем могут кардинально измениться. Готова ли Москва к таким изменениям? Поговорим об этом с Анной Кочемаевой, художником-реставратором и жительницей винтажного немецкого квартала в тихом месте района Кунсу. Вообще я родом из Кунсова, но жила не здесь, мы здесь квартиру купили совершенно сознательно, именно вот в этом микрорайончике маленьком. Потому что здесь хорошо, здесь спокойно, здесь уютно, здесь старые уютные дома, здесь прекрасные дворы, замечательные люди, здесь все друг друга знают, все друг другу помогают или там не помогают. Ну, в любом случае здесь хорошо, уютно, крепкий дом, теплый, большие потолки, ну, в общем, мы сознательно совершенно купили квартиру здесь. А вообще я родилась и выросла в этом районе, я здесь ходила в школу, здесь куча моих друзей, вот здесь вот был, вот в этом доме был замечательный книжный, мы туда бегали, покупали карандаши, ручки, тетрадки. Там были такие очень добрые продавцы, которые всегда нам помогали детям, объясняли, книжки там были красивые, можно было посмотреть. Вот, здесь магазин еще был прекрасный. Ну, школа, школа у нас замечательная, ее открывал, директор был такой Уткин, они вместе с детьми сажали яблоневый сад, от этого яблоневого сада сейчас еще что-то осталось немножко, там деревья старые, но они еще цветут и даже дают яблоки, много-много. Ну, это квартал старого Кунцева, это постройки где-то начиная с сорок, ну, послевоенные, да, в основном сорок седьмой год и где-то до пятьдесят там какого-то, то есть это называлось, наверное, все знают, страна Лимония. Вот, это был квартал, построенный и частично пленными немцами, и частично тут вот дом за мной, это ведомственный дом, его строили сами рабочие там, служащие какого-то предприятия, я не знаю какого, но они вообще строили это для себя, для своих детей, собственно, руками. Естественно, они делали это не то что на совесть, а просто там, там любовь в стену. В общем, это был большой длинный квартал, он тянулся между Ивана Франко, Молодогвардейской, вот здесь вот Екатерина Буданова и Коцубинского и туда, в ту сторону, в сторону Боженко. Это были закрытые дворы, маленькие домики двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные, очень уютные дворики с круглым таким вот газоном посередине, ну здесь квадратный, где-то круглый, по центру еще стояли очень часто такие вот деревянные круглые верандочки, в которых дети сидели, взрослые сидели, играли там, от дождя можно было спрятаться. Все дворы закрытые, но в то же время все открытые между собой ходили и дружили, и с двора в двор перемещались. И дома, они вроде одинаковые, но с другой стороны, они все были немножко разные, то есть один двор, вот здесь у нас тоже два одинаковых дома, два других дома. И туда дальше, выше по Ивано-Франку, там тоже стояли дворы, трехэтажный дом, рядом четырехэтажный, то есть такая была разная архитектура, и удачно было все устроено. Между ними были отбивки еще газонные, вот в подвалах там были всякие кружки, и вообще можно было ходить. Вот я ходила, занималась, библиотека была в подвале, вот там тоже на Ивано-Франку, там пахло очень вкусно, всякими книжками старыми, ну в общем было очень здорово. Дома внутри очень уютные, теплые, здесь высокие потолки, поэтому много воздуха, много света, хорошие толстые стены. То есть здесь зимой холодно не бывает, летом не бывает, жарко. Вот, хороший коридор, большая ванная, комнаты не очень большие, но достаточные для того, чтобы нормально там размещаться, по коридору можно кататься на велосипеде. Ну, если руками сильно не размахивать. Кухня, в принципе, достаточно нормальная, не маленькая. Вот, все уютно, все уютно, удобно, тепло и сделано для человека. И я совершенно не слышу соседей, вообще. То есть ни снизу, ни сверху, ни сбоку, ни откуда. И мне хорошо. То есть мы друг другу не мешаем, они мне не мешают, там у них дети, я их не слышу совершенно. У меня дочка играет на фортепиано, и они не приходят ко мне, не говорят, слушайте, прекратите уже там, да, мешать. Нет, никто. То есть мы встречаемся на лестничной клетке, разговариваем, общаемся, у нас прекрасные отношения, потому что мы автономны и никак не с друг другом не соприкасаемся через стены. Это кирпич, это такие очень толстые стены, сверху штукатурка, потом краска, вот, а внутри, да, и деревянные перекрытия. Причем хорошо сделанные деревянные перекрытия, они не гниют, там правильная, грамотная система вентиляции вот этого всего. И они могут жить еще долгие-долгие годы, потому что с ними ничего не произойдет. Не должно происходить, только если не делать как-то каких-то своих там изменений, что-то заливать, что-то убирать, ну, тогда, да, тогда может что-то случиться. А так, в общем, все живет, дышит, существует, остывает, нагревается, ничего, ни плесни видят, ни рушатся, стены стоят, ни трещин, ничего, ни щелений, ну, все шикарно, просто замечательно. Еще у нас газовая колонка и газовая плита, что мне тоже очень нравится, потому что я не люблю электрические плиты, ну, у них там свои минусы. И колонка. У нас никогда не отключают воду, нам совершенно не важно, какой там срок, насколько и как долго это продлится, у нас всегда есть горячая вода. Вот. И вообще, ну, мне вообще это очень нравится, то есть у меня подруга, она жила на Полоцкой, мы тогда еще жили в Хрущевке, и у нас тоже все отключали, а у них была газовая колонка, старая, с переключателями. И мне очень нравилась, тоже была огромная ванна, и я приходила к ней в гости, и просто, ну, это классно, да, с этими спичками. Сейчас это уже с автоподжигом, сейчас она уже не такая раритетная, но все равно это здорово. Вот. Я сама регулирую, когда мне надо горячую, когда мне не надо горячую, когда мне потеплее, похолоднее, я ни от кого не завишу. Такая вещь интересная. Здесь вообще много интересного, такого, чего уже не будет никогда. Вот. Ну, то, что уходит, к сожалению. Память такая вот в стенах память. Эти дома, ну, впитывается же информация какая-то. Эти дома видели много. Много людей, много судеб, много чего интересного здесь происходило. И это все такое вот живое ощутимое в этом доме. Панельные пятиэтажки хрущевских времен безнадежно устарели. Их, конечно, нужно сносить, переселяя жителей в современное жилье. Однако в Москве хватает и крепких, с большим запасом построенных, трех-, четырех- и пятиэтажных кирпичных домов, способных простоять еще очень долго. Роскошные внутренние дворы такой застройки на редкость гармоничны и дружественны по отношению к жителям, которые совсем не рвутся в бетонные многоэтажки. Может быть, такие кварталы стоит подвергнуть осторожной реконструкции, сохранением основных особенностей планировки? Планировка этих дворов очень хорошо продумана. Здесь не бывает ветра. В дворе всегда более-менее тихо и спокойно. Двор уютный. Все жители могут выйти погулять. Здесь не так много людей, и двора хватает всем. И дети могут играть, и взрослые могут сидеть на лавочке. И раньше здесь выходили, играли в шахматы. И мы играли в банки, никому не мешали, никто на нас не кричал. И белье сохло. И каждый двор – это отдельный мир был. Мы ходили, перемещались между дворами. Вообще это создаёт в человеке ощущение защищенности. Вот такой двор. То есть, когда ты растёшь в таком дворе, ты чувствуешь себя защищённым. Потому что это свой маленький мир. Он хороший, укрытый, уютный. И одновременно открытый к окружающим таким же компактным дворам. Дворы между собой перемещаются, люди дружат, общаются. И в то же время ты защищён от внешнего большого мира. И чувствуешь себя спокойно. То есть, человек вырастает более спокойно, чем в многоэтажках, чем на окраинах. Ну и плюс, конечно, здесь красиво. А чувствуешь прекрасно. Оно в человеке, в общем, воспитывается на том, что он видит. Здесь много зелени. Здесь всегда было много зелени. Здесь всегда цветёт сирень, акация. Здесь ещё были, как бы, сажали люди всякие кусты плодовые. Вот сейчас их стало меньше. Раньше было больше вишни цветут, липа цветёт. Потом всё распускается, тени много, на солнце не за... Ну, прекрасно просто. Что ещё хорошего в этих постройках? У них как бы климат-контроль свой. Да, вот стены устроены так, что зимой тепло. Там, видимо, какие-то воздушные прослойки, подушки, кирпич, штукатурка и так далее. Зимой в нём тепло, он не остывает быстро. А летом в нём не бывает жарко. У меня окна на юг, два окна. И в комнате жарко не бывает никогда. Не холодно летом. Но дышится прекрасно. И мы не мёрзнем, и не остываем, и не пережариваемся. Цветы у меня растут прекрасно. Субтитры подогнал «Симон» Ну, я вообще давно собиралась и немножечко порисовала здесь, потому что у нас очень хороший, красивый район. И здесь места замечательные. Но когда нас собирает, я узнала, что нас собираются сносить, я поняла, что надо делать быстрее, потому что этого всего не останется. И вот этих тёплых, мягких ощущений, вот этих милых дворов, их просто не будет уже никогда. И нужно срочно, нужно срочно рисовать, нужно срочно это делать, чтобы это было... Потому что фотография – это немножко другое ощущение. Ну, то есть хорошая фотография – это тоже хорошо, но это по-другому. Вот. У меня подруга отсюда уехала, я ей показывала свои работы. Она, ну, это, да, это ностальгия по детству, это воспоминания. И она попросила там ей часть подарить. Я вот сейчас хочу по возможности зарисовать как можно больше, и чтобы это было, да. Ну, для себя, может быть, кому-то показывать буду. Ну, для себя, может быть, кому-то, да. В последнее время у нас идут разговоры о том, что наш район собираются сносить и строить здесь большие многоэтажные дома. Так вот, я среди тех, кто не хочет отсюда и уезжать. Я вообще считаю, что старый город надо сохранять хотя бы по возможности, хотя бы какими-то небольшими фрагментами, кусками. И вот то, что у нас здесь сейчас осталось, потому что это старое Кунцево, да, и его осталось очень мало. И мы должны сохранять эта история. Эта история, это история архитектуры, это история жизни города. И это хорошая история. Она крепкая, она красивая, она уютная, в ней можно жить, и ее надо хранить. Потому что потом вырастут люди, которые будут видеть и всю историю города, да, и это правильно. То есть нельзя все уничтожить и построить новое хорошее. Это нужно оставить, да, и я не хочу отсюда уезжать, я хочу, чтобы здесь жили люди, чтобы они видели вот это все, чтобы они это сохраняли. Тем более, что это хорошие дома, крепкие, и они еще сто лет простоят. Если их ремонтировать, они еще 200 простоят. Каждый большой город живет по определенным законам развития. Замена устаревшего живого фонда на новый, современный – это естественный и необходимый процесс. Но такие кварталы старой Москвы, как тот, который рисует и в котором живет Анна Кочемаева, заслуживают к себе особого отношения, бережного. Так что поставить запятую в правильном месте фразы «Сносить нельзя, оставить» жителям квартала и властям города предстоит совместно и осознанно. А пока Анна в своих работах старается зафиксировать особое настроение и визуальное очарование этого замечательного квартала Старого Кунцева. Пусть наша Москва будет разной. Рублевка ТВ. Не только для тех, кто живет на Рублевке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин